В наше время процентов 70 выпускающихся авто имеют двухмассовый маховик. Под комментарием под видео про облегченный маховик. Я так понял, некоторые люди думают, что это тот же маховик, но тяжелее раза в два. Ну, наверное, понятие взято с названия. Двухмассовый, две массы, я не знаю, наверное, как-то так. Но это, конечно же, не так. Двухмассовый маховик это немного более сложная штуковина, нежели та, которую мы могли видеть ранее на тех же вазах, газах и зазах, например. Это уже не просто железяк, это уже конструкция. Известно, что двигатель без маховика не может работать равномерно, так ровно, иметь низкие обороты, например, да и на высоких вибрациях ему просто не даст жизни. И с этим справлялись, да и справляются привычные нам маховики. Вот эти тяжелые блины. Так зачем же все усложнить и менять, а? Нафига? Все дело как раз-таки в слове тяжелый. Не только, но в основном. Можно сказать, что конструкторы нашли между небольшой массой и улучшенной его работой компромисс. Улучшенной работой маховика. Движок с ним работает более сглаженно и равномерно, а передачи переключаются с максимально плавным эффектом. Благодаря относительно новой конструкции маховика, да и движков в целом, очень тяжелый маховик стал более ненужен. Так что же представляет собой современная его версия? Двухмассовый маховик состоит из двух дисков. Крутящий момент, между которыми передают пружины. Пакеты пружин работают ступенчато. Сначала сжимаются пружины с витками меньшего диаметра, а далее в зависимости от нагрузки в работу включаются уже более жесткие пружины. Далее, между собой диски соединяет радиальный подшипник. Первичный диск это зубчатый венец, тот который для стартера. Второй имеет уже плоскую поверхность для работы ведомого диска сцепления. Первые такие маховики появились на самом деле не так уж и недавно, где-то в середине 90-х, наверное. Их ставили на дизельные моторчики. Для сравнения, конструкция с обычным маховиком позволяла демпферным пружинам диска сцепления гасить колебания не более чем на где-то 15 градусов. А вот первые двухмассовые маховички позволили увеличить этот диапазон до 25 градусов, а современные увеличивают эти цифры уже вдвое, а то и втрое. Это, конечно, все плюсы. Ну а минусы это, естественно, цена, ну и сроки службы, наверное. Я думаю, у вас есть что добавить, дополнить из своего опыта. Пишите, интересно.